Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Подтверждаем полную поддержку предложения Еревана Тойво Клар. Сыны Западной Армении Джордж Док Метчан. Лесные пожары в Измире распространились на населенные пункты. Посол Ирана подчеркнул политическую решимость, направленную на всестороннее развитие отношений с Восточной Арменией. Королева сатаник супруга Арташеса Великого на почтовые открытки Кипра 1915 года. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 17 августа с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армейну Исаакян, представив памятную встречу Зум, посвященную 104 годовщине Северского пакта. С речью выступил президент Национального совета Армена Кабрамян, подчеркнув важность Северского пакта как основной опоры для восстановления справедливых прав армянского народа. Отметив, армяне не должны забывать об осуществлении и реализации своих прав. Пресс-секретарь представила речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркусян и председателя Национального собрания Нелли Арутинян, где обсудили актуальность Северского пакта и подчеркнули его важность как документа международного права, который до сих пор остается незавершенным и ожидает реализации. Армена Исаакян представила новый выпуск еженедельника «Вестерн Армения», где представлены речь президента Армена Кабрамяна на 17-й сессии экспертного механизма прав коренных народов. Также речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркусян на подготовительном заседании экспертного механизма прав коренных народов. Специальный представитель ЕС Тойва Клаур в своем микроблоге «Икс» пишет, «Мы подтверждаем полную поддержку предложения Еревана о создании двухстороннего механизма для расследования обвинений в нарушении режима прекращения огня. Напомним, сегодня Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию о том, что вооруженные силы Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям. Министерство обороны Армении опровергло дезинформацию, напомнив о предложении армянской стороны создать двухсторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня». Сыны Западной Армении Джордж Докмейчан. «Я думаю, что в интересах нашей страны принимать и проводить политику, соответствующую нашим строгим принципам уважения к свободе, правам человека и гражданским правам». Джордж Докмейчан, бывший губернатор штата Калифорния, в 1983-1991 годах занимал должность губернатора штата Калифорния. Был первым человеком армянского происхождения на этой должности. Докмейчан активно боролся с преступностью, занимался вопросами, связанными с правами человека и даже приостановил инвестиции калифорнийских компаний в экономику ЮАР, чтобы не поддерживать режим апартеида. Кандидатура Докмейчана рассматривалась на пост вице-президента Соединенных Штатов в случае победы Джорджа Буша на выборах. Однако Докмейчан отказался от этого предложения. Докмейчан родился в штате Нью-Йорк в 1928 году. В 1950-е годы он переехал в Калифорнию. Родители были иммигрантами из городов Айдап, в настоящее время Газиантеп и Ирзрум Западной Армении, спасшимися от совершенного против армян геноцида. Геноцид унес жизнь сестры отца Джорджа. Лесные пожары в Измире потушить не удается. Из-за ветра огонь быстро распространяется и приблизился к жилым районам. В некоторых местах идет эвакуация людей. Город полностью окутан дымом. Пламя достигло стен городской больницы, говорится в сообщении. Между туристическим и автомобильным клубом Ирана и Автомобильной Федерацией Восточной Армении подписано соглашение о сотрудничестве. В Иране и Федерации автомобильного спорта Восточной Армении подписано соглашение о сотрудничестве. На мероприятии присутствовал также посол Исламской республики Иран-Восточной Армении. С иранской стороны соглашение подписал исполнительный директор Иранского туристического и автомобильного клуба Мохаммад Хосейн Суфи. С Восточной Армении президент Федерации автомобильного спорта Арсен Манукян. По сообщению посольства Ирана, в Восточной Армении основная цель соглашения облегчить гражданам Армении посещение Ирана на личных автомобилях и предоставить карнет-де-пассаж. Подписание данного соглашения является важным шагом в укреплении туристических и транспортных отношений между двумя странами, что может способствовать увеличению туристических поездок граждан Армении, также развитию культурных и экономических связей между Исламской Республикой Иран и Восточной Армении. Посол Исламской Республики Иран в Армении Мехдис Собхани, упомянув встречу Никола Пашиняна и верховного лидера Исламской революции, подчеркнул политическую решимость, направленную на всестороннее развитие отношения с Арменией. Сатаник – дочь царя Алана, первая супруга армянского царя Арташеса I, мать Артаваста I и Тиграна I, известна в Армении благодаря эпосу Випассанг и армянскому историку V века Мовсессу Хоринаци. Она также любимая героиня легенд Северного Кавказа. Хоринаци пишет, во время правления Арташеса Аланы вторглись в Армению. Армяне одержали победу в битве, вождь Аланов был взят в плен. Аланы отступили и расположились на северном берегу реки Кура, в то время как Арташес остановился на южном берегу. Аланская принцесса Сатаник обратилась к армянскому царю Арташесу, прося отпустить брата, потому что благородным героям не подобает сеять вечную вражду между двумя отважными народами. Услышав мудрые слова принцессы, Арташес влюбился в нее, спрыгнул с лошади, перепрыл реку и забрал принцессу свой лагерь. Далее описывается свадьба Арташеса и Сатаник. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны Западной Армении и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.